С высшими с половой тысячи разных справ было разгледжено экономичным судом Брестской в области в минулом году, что маль на 10% меньше, чем в 2018-м. А это значит, что по многих спрешных вопросам Бакам отремалось пройти до консенсуса, не доводящее справу до судового разбирательства. Увеличился процент доступности принятых исковых заявлений, заявлений о выдаче определения в судебном приказе, улучшилась оперативность, из почти 1400 рассмотренных дел всего лишь 51 дело рассмотрено с повторным судебным заседанием. Есть истотные непрацовки и в решении такой экономичной проблемы, как банкротство сельскохозяйственных предприятий в области. Экономичным судом было принято на разгляд 24 такие справы, по 17 из них отремалось пройти до мирового погоднения. И такий выник стал махчивым, дякуючи совместной позиции экономичного суда и керавництва Брестского Абл-Ваканкама. Говорилось и о перспективах. Я не были означены еще летать с керавником державы на открытии будинка Верховного Суда Республики. Сярод основных – курт наличбовой технологии, новую систему подрихтовки кадров. Задача поставлена к сентябрю этого года – перейти на полную цифровизацию. Это новое требование к кандидатам в суде касается, может быть, больше морально-этических качеств, коммуникабельности, публичности кандидата, возможности общаться со средствами массовой информации. В том числе предусмотрено обязательное психологическое тестирование кандидата и судей переназначаемого. Но и некой такой новеллой будет служить написание эссе. Так само меркуется узмоснить сломачальную работу с насельницем, юридичными особами и упрацованных коллективах в области. Юрий Печер, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».